Народ Африки Более 400 миллионов человек живет на африканском континенте. 13 человек приходится на один квадратный километр. Это в среднем. Фактически же население размещается очень неравномерно. Опаленные зноем безводные пустыни, где дождение бывает годами, почти безлюдны. В непроходимых лесах экваториальной Африки прорубили трупы лишь немногие племена охотников. А в низовьях больших рек обработан каждый клочок земли. Здесь плотность населения резко увеличивается. В Нильском оазисе на одном квадратном километре живет свыше тысячи человек. Северное и восточное побережья материка, берега Гвинейского залива, тоже плотно заселены. В крупных городах сосредоточена международная торговля и современная промышленность, банки и научные центры. Знакомство с расами и народами материка мы начнем с Северной Африки. Эту территорию населяют арабы и берберы, которые относятся к южной ветви европеоидной расы. Двенадцать веков назад на Средиземноморское побережье пришли арабы. Они смешались с местным населением и передали ему свой язык, культуру, религию. Древние постройки свидетельствуют о высоком искусстве арабских зодчих, о вкусе и мастерстве народа. Старинные арабские города до сих пор сохранили свой неповторимый облик. Укрытые от солнца узкие улочки. Лавочки торговцев на каждом углу. Мастерские ремесленников. Кажется, время не меняет обычаи, нравы, религиозные законы. Но это неверно. Новое властно врывается в жизнь арабского народа. Большая часть населения Северной Африки живет в сельской местности. Природные условия диктуют занятия жителей, скотоводство и, главное, орошаемое земледелие. Если древнее колесо орошения Сакия исправно подает воду, крестьяне собирают три урожая в год. Особенно ценится тонковолокнистый египетский хлопчатник. Во многие страны экспортируются цитрусовые, лимоны, апельсины. Чем дальше на юг, тем суше климат. Здесь, в пустыне, кочуются стадами верблюдов коренные жители Северной Африки Берберы. Верблюд для кочевника – источник жизни, мерило богатство, средство передвижения. К югу от Сахары простирается обширная территория Центральной Африки. Здесь живут многочисленные негритянские народы. Все они относятся к эвкатериальной расе. Отличительные черты расы – темный цвет кожи, курчавые волосы – складывались длительное время под влиянием природных условий. Среди негроидов – сотни различных племен и народностей с неповторимыми чертами лица, формой головы, оттенком кожи. Нелотские народы, например, – самые высокие люди на материке. Средний рост мужчины и нелота – 182 сантиметра. А рост пигмея – 145 сантиметров. В лесах экваториальной Африки живут самые низкорослые люди на Земле – искусные следопыты и охотники. Веками остается неизменным облик африканских хижин. В таких деревнях живет большая часть населения Центральной Африки. Источник пропитания – земледелие. Главное орудие труда – мотыга. В саванне и редколесье с богатым травяным покровом пасут крупный рогатый скот – кочевники-скотоводы. Жители побережья, кроме земледелия и животноводства, занимаются ловлей рыбы. А некоторые народы полностью связали свою жизнь с водной стихией. На востоке Африки, на территории Эфиопии и Сомали, живут народы смешанной расы. Древние предки сомалийцев и эфиопов вероятно, произошли от смешения европеоидов и негроидов. Обратите внимание, тонкие черты лица, как у европеоидов, темный цвет кожи и курчавые волосы, как у негроидов. Коренное население Южной Африки – бушмены, гаттентоты. Они загнаны в резервации. Ютятся в трущобах на окраинах городов. Нужда гонит их на самую тяжелую работу. Так добывают алмазы, золото. Сюда оно поступает. В богатых кварталах, куда закрыт доступ африканцам, живут белые хозяева Южной Африки. У восточного побережья материка расположен остров Мадагаскар. Здесь живут мальгаши, представители монголоидной расы. Две тысячи лет назад мальгаши приплыли на Мадагаскар из Индонезии. Итак, мы познакомились с народами Африки, равноправными членами великой семьи народов мира. Мы побывали в Северной Африке, которую населяет европеоидная раса, многомиллионные арабские нации. В Центральной и Южной Африке мы познакомились со стоязычными народами экваториальной расы. Длинная дорога привела нас на остров Мадагаскар, к мальгашам. В Северо-Восточной Африке мы были гостями свободолюбивых эфиопов. Раскопки на территории этой страны показали, что человек жил здесь 4 миллиона лет назад. Африка, утверждают ученые, колыбель человечества. Освободительные идеи Октябрьской революции и разгром фашизма во Второй мировой войне решающим образом повлияли на подъем национально-освободительного движения африканского народа. Трудным путем шла Африка к свободе. Мрачные крепости на западном побережье напоминают о временах рабства. Сто миллионов чернокожих невольников такова дань алчности работорговцев. На смену работорговцам в Африку пришли капиталисты Европы и продолжали грабить материк, жестоко расправляясь с непокорными. В последние десятилетия в африканских колониях развернулось освободительное движение. Во многих странах колонизаторы упорно, жестоко сопротивлялись. Так уходили прочь империалистические правители и их войска. Но юг Африки и сегодня под властью белых расистов. Здесь по-прежнему унижается человеческое достоинство. Господствуют фашистские порядки. Борьба африканцев за свободу продолжается. Какие же преобразования произошли на африканском континенте после распада колониальной системы? Как изменилась жизнь людей? В странах, где власть принадлежит антинародным правителям, а богатство буржуазии, все остается по-прежнему. И сегодня обширными плантациями владеют иностранные монополии. Щедрая африканская земля и дешевый труд африканских рабочих оборачиваются прибылью для белых предпринимателей и банков. Некоторые африканские страны избрали некапиталистический путь развития. Здесь строят новую жизнь. Государство приходит на помощь крестьянам. Организуются сельскохозяйственные кооперативы. Общественные хозяйства начинают использовать на полях технику. Прежде африканцы знали лишь кочевое скотоводство. Теперь в кооперативах создаются молочные животноводческие фермы. природные богатства в этих странах становятся собственностью государства. А недра Африки хранят руды цветных и редких металлов, алмазы. В тропических лесах заготавливают ценные породы деревьев красное, эбеновое, сандаловое. Доходы от экспорта независимые государства используют для развития собственной промышленности. С помощью стран социалистического содружества они строят заводы и фабрики. Чтобы управлять машинами и станками требуются квалифицированные подготовленные рабочие. Советский Союз и социалистические страны помогают молодым африканским государствам готовить специалистов для народного хозяйства. С каждым годом растет и крепнет африканский рабочий класс. С каждым годом все больше инженеров, врачей, педагогов, научных работников выходит из стен учебных заведений. Рождается новая африканская интеллигенция. А между тем, совсем недавно 95% африканцев не умели ни писать, ни читать. После освобождения обучение детей становится обязательным. Учатся грамоте и взрослые. С ростом грамотности и культуры народа возрождается африканское искусство. Современные африканские живописи и скульптура уходят корнями в глубокую древность. Они доносят обычаи, характер, стремление народа, его понимание окружающего мира. Народные мастера бережно хранят традиционное искусство, передают его молодому поколению. Молодежь. Более 200 миллионов африканцев, свыше половины населения материка, молоды. Это африканский рабочий класс, крестьянство, национальная интеллигенция. Завтра они будут определять пути, по которым пойдет этот древний и молодой континент. Африка. КОНЕЦ